В резиденции Санта-Клауса в Лапландии последнее приготовление к Рождеству – День главного волшебника. Его помощников расписан буквально по минутам. Как разбирают праздничную почту и о чем мечтают авторы посланий в этом году, знает Анжела Лешко. В деревне Санта-Клауса кипит работа. Но в это время года здесь, в 8 километрах от полярного круга, солнце не встает раньше 11 утра. Однако Санта и его эльфы работают и в темноте, раскладывают в мешки подарки, которые отправят в разные уголки планеты. Дети в этом году были замечательными, вели себя хорошо. Конечно, бывали и исключения, но ребята знают, что нужно делать в случае плохого поведения, знают, как попросить прощения. Письма детей с заветными желаниями разбирают эльфы. За день помощники Санты читают по 30 тысяч посланий. Большинство детей просят лего и книги. Эти подарки никогда не выйдут из моды. В этом году еще популярны игрушки Лол и герои из мультика Фроузен. Что делает меня очень счастливым? Это просьбы детей проводить больше времени с родителями. Они просят счастья и здоровья для своих родных. Это прекрасно. В деревню Санты уже съезжаются гости. Вместе с детьми катаются на санках, гуляют, развлекаются и взрослые. Действительно снежно и холодно, но все в порядке, потому что мы тепло одеты. Атмосфера действительно очень крутая. Это особенное место. Огни, музыка, снег. Здесь все есть, о чем мечтаешь во время Рождества. Тем временем Санта со своим верным другом Оленем Рудольфом уже отправляются доставлять рождественские сюрпризы. Анжела Лешко, ЮЭТВ.